Здравствуйте, друзья! С вами Дина! Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Сегодня приготовим очень вкусную горячую закуску – жульен с курицей и грибами. Рецептов приготовления такой закуски много. Готовят жульен с грибами, креветками, кальмарами, овощами, но классический и особенно популярный жульен с курицей и грибами. Жульен, как правило, готовят и подают в кокотницах, но также можно использовать любую жаропрочную посуду – горшочки, чашечки, мисочки. Если у вас нет ни того, ни другого, можно готовить жульен в большой форме для запекания. Нежный жульен станет замечательным украшением как праздничного стола, так и домашнего обеда или романтического ужина. Для его приготовления нам понадобится 500 г куриного филе, 400 г свежих грибов, 300 г ветчины, 3 луковицы, 600 мл молока или сливок, 250 г сметаны, 350 г сыра, 70 г сливочного масла, 2 ст. л. муки, растительное масло для жарки, мускатный орех, соль и перец. Для начала подготовим все продукты. Нарезаем их тонкой длинной соломкой. Дело в том, что жульен во Франции – это не название горячего блюда, а способ нарезки продуктов очень тонкой соломкой. Во Франции это блюдо называется «какот», именно поэтому жаропрочная порционная сковородочка, в которой запекают русский жульен, называется «какотница». Тем временем я нарезала соломкой ветчину, натерла сыр на мелкой терке, тонкими ломтиками нарезала свежие шампиньоны и крупной соломкой репчатый лук. Остается нарезать куриное филе. Для этого отделяем малое филе, а большое разрезаем поперек на 3-4 тонких ломтика. Затем нарезаем мясо поперек волокон тонкой соломкой. Отдельно в ковш выливаем молоко для дальнейшего кипячения. Все продукты подготовлены и теперь отправляемся к плите. Устанавливаем на плиту молоко, чтобы довести его до кипения, а также сковороду для обжаривания продуктов. Дополнительно нам потребуется емкость с ситом, в которую будем выкладывать все обжаренные по очереди продукты. Тем временем у меня обжарилась ветчина, которую я переложила в сито, чтобы стек лишний жир, а сейчас обжариваем лук до золотистого цвета. Молоко закипело, отключаем конфорку и оставляем его на плите, оно понадобится нам чуть позже для приготовления соуса. А сейчас дожариваем лучок и перекладываем его к ветчине. Масло в сковороду добавляйте по необходимости, очень малыми порциями. Обжариваем куриное филе на очень горячей сковороде, постоянно помешивая. Таким образом мясной сок моментально испаряется, филе быстро обжаривается, при этом мясо внутри получается мягкое, сочное и нежное. Филе готово, перекладываем его к обжаренным ветчине и луку. Как вы заметили, в этом рецепте продукты обжариваются по очереди, это делается для того, чтобы в готовом блюде отдельно ощущался вкус каждого продукта. Грибы желательно обжаривать на большом огне, в один слой, малыми порциями, чтобы они не успели пустить сок, а именно обжарились. Все продукты обжарены и сейчас приготовим соус бешамель. Устанавливаем чистую сухую сковороду на плиту, хорошо ее разогреваем, выкладываем в сливочное масло и слегка его прожариваем до появления вкусного орехового аромата. Затем высыпаем муку и в течение одной минуты обжариваем ее вместе с топленым маслом. Следом тонкой струйкой добавляем в сковороду малыми порциями горячее молоко, каждый раз тщательно перетирая массу до однородного состояния. Повторяем эту процедуру, пока не закончится все молоко. Наш молочно-сливочный соус бешамель готов, добавляем в него соль, перец и мускатный орех. Хорошо смешиваем и выкладываем в сковороду соусом все обжаренные продукты. Еще раз тщательно перемешиваем, тушим пару минут и снимаем с плиты. Прочные формочки, оставляя немного места для сырной шапочки. Обильно смазываем сметаной и щедро присыпаем натертым сыром. Устанавливаем противень с формочками в разогретую духовку под гриль, температура в которой 200 градусов, и запекаем блюдо до румяной сырной корочки, у меня на это ушло 15 минут. Достаем жульен, когда сыр полностью расплавится и подрумянится. Вот такая красота у нас получилась! Жульен с курицей и грибами готов! Подавать к столу эту закуску нужно сразу, пока она горячая. Это изумительное блюдо, очень ароматное, вкусное и сытное. Приготовить жульен несложно, хотя эта закуска считается классическим ресторанным блюдом. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх! Поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий! Подписывайтесь на мой YouTube канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео! У меня на канале есть и другие интересные рецепты с курицей и грибами, посмотрите их, если вам интересно, все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина, до новых встреч, до новых вкусных рецептов!